Вы смотрите отзыв об отеле The Fullerton Bay Hotel. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Kof.07, который был в нем в 2013 году. Перед написанием отзывов, связанных одной поездкой, следующим за первым и далее отзывами, немного повторяюсь в начале. Если кто-то это заметил, прошу простить, предполагаю не все читают все отзывы. Первый отзыв, посвященный поездке в Сингапур летом 2013 градусов описанием первого отеля Village Residence Rabotson K, апартаменты, в котором останавливались на первые девять ночей, разместил вот тут. Состав нашей мини-группы сложился в последние годы и пока не менялся. Вместе со мной в поездке принимали участие жена и дочка. Десяти лет от рода, на время события. Повод для этой поездки был найден легко, мед. Диагностика отличная от отечественной, вопросы накапливались, ответов не находилось, круг за кругом. Подготовка долгой не была, имели уже неоднократный опыт посещения этого города и останавливались в ряде отелей. Раз о Сент-Ас-Резорт зимой 2008 года, отзыв не писал, рука не поднялась. Марина Мэндан в феврале 2011 год, свисотал за Стэмпот в марте 2012 год. После последнего посещения Сингапура, третьего по счету, надеялись, что не в последний раз. Не первый год, выбирая отели для остановки в Сингапуре, заметил, что кручусь вокруг ограниченного круга названий. Предыдущие разы позволял себя уговорить совсем не на то, правда почти все рекомендованные и согласованные оказывались неплохими. За исключением первого разы Сент-Ас-Резорт зимой 2008 года. Учитывая, что в этот раз не транзитом, а не полных 12 дней, закралось сомнение, вдруг надоест и не сохранится желание возвращаться в это место в ближайшее время. Обидно будет не посетить хотя бы один отель из моего перечни давних хотелок. Еще немного отвлекусь от начала описания впечатлений о Фулутенбэй, на описание того, как нас туда занесло. Остановка планировалась долго и основная цель поездки была не туризм, поэтому стоило подумать о комфортном проживании, как минимум не хуже, чем дома и на основное количество времени. Для достижения поставленной цели виделось пару путей, либо апартаменты, либо очень много денег. Решил скомбинировать. Девять ночей в апартаментах, а затем, получив хорошие новости относительно цели, главное надеяться и за плохими не ехать, немного пошиковать отметить. Еле раскрутил Артур на апартаменты, непопулярный это для наших в Сингапуре вид проживания. А вот про желание пошиковать оставшиеся четыре ночи, уже легче пошло. Список мой выглядел так, приблизительно в порядке по убыванию интереса. 1. Рэффлс Холтел Синапур. 2. Марина Бэйсэнс. 3. Фор Сизанс. 4. Зэ Фулатон. 5. Мэндэн Ориэнтл. 6. Капелла Синапур. 7. Шэньгрэла Холтел. Мне импонирует число 7, поэтому не стал раздувать список. Начали его обсуждать с консультантом Артуро, давно знакомый, очень внимательный и компетентный Юлией, методом исключения и добавления. 7. Желание пожить в Рэффлс. Думаю, понятно, это чуть ли не символ Синапура. Главный весомый повод вычеркнуть его из списка нашелся быстро жесткий брискот. Чего не хотелось в этот раз, так это напрягаться, а пройтись по его променаду с лонд-баром можно и без проживания. Это желание оставил в списке на посещение без ребенка, на как-нибудь освежить романтику супружеской жизни. 8. Желание пожить в Марина Бэйсэнс. Тоже вполне банально, тоже уже один из символов. Вычеркнули по причине неоднозначных отзывов. Рулетка с номерами, этажами и видами. Суеты и не самого удобного расположения. Погуляв вокруг, пройдя внутрь и поднявшись на смотровую площадку, вычеркнул этот отель из своего списка навсегда. Далее немного не в порядке моей нумерации. Желание пожить в Капелло было горячо поддержано оператором, несмотря на не первую тройку хотелок. Да и кто бы сомневался в достойности проживания за 30 тысяч рублей в сутки. Сомневались до последнего, победило нежелание жить на Синтезе в этот раз, но из списка не вычеркиваю. Желание пожить в Зефалерон, было замечено оператором. Это тоже один из символически исторических отелей, но не было гарантии хорошего вида и попадалось немного скепсиса в отзывах. Как вариант, вот на этой стадии обсуждения, оператором и был предложен Фуллотен Бэй. Пригляделся, воткнул в список, начал сравнивать с остальными участниками. Желание пожить в Four Seasons присутствовало и присутствует, после посещения некоторых других отелей этой цепочки, уже почти спортивный интерес. В этот раз четыре сезона уступили местоположением, но остались в списке. Желание пожить в Шенгрелла было связано с отзывами о его прекрасной территории, но территория отеля, при посещении территории Сингапура, не выглядит сильным преимуществом. Этот отель не выбыл и остался в списке с пометкой «Может быть», да и список сократился. Желание относительно пожить в Мэндэн Ориэнтал, также осталось в списке, приблизительно на том же месте. После добавления в рассмотрение Фуллотен Бэй, не сильно интересовался мандарином в этот раз. После всего написанного и проверенного путем непосредственного проживания, в списке желаний на будущее посещение Сингапура остались Рефлс Хоутел Синапур, Капелла Синапур, The Fуллотен, Four Seasons, Мэндэн Ориэнтал. А в список, для возможного повторного посещения, занесен The Fulleton Bay Hotel, если вдвоем с любимой. Чувствую, следует вернуться в формат отзыва об отеле из заголовка, а остальные впечатления и рассуждения оставить для общего рассказа отзыва об этой поездке в целом. The Fulleton Bay Hotel. Отель, не часто встречающийся на знаково-символических фотографиях Сингапура и в фотоотчетах о поездках. Отель, не приковывающий взгляды исторической архитектурной рубашкой или небоскребной грандиозностью. Отель, необходимый многими из-за перечисленных дней, умноженных на стоимость проживания. Размеры номеров, указанные в описаниях, доступны для бронирования, также невыдающиеся 40-50 квадратных метров, однообъемные. Наверняка есть и не однокомнатные, но найти по ним развернутую информацию почти невозможно, даже на официальном сайте, где указан метраж только президентского люкса 152 квадратных метра, даже не рискнув предположить его цену. Мы решили немного рискнуть на четырехдневное проживание в 45-метровом бэйвью и в основном, не прогадали. Неожиданно интересный отель, стоящий не на основной туристической тропе, но на одной из исторически значимых точек, очень даже исторически значимого района залива. Конструктивный отель очень хорошо продуман, просторен и понятен. Не оценили только спа, отель доступен для посетителей, может зайти любой интересующийся, близкод и паспортный контроль отсутствуют, но впечатление проходного двора не чувствуется, а в плане безопасности вообще имущества в частности, полное спокойствие, как и спокойствие в плане приватности личной. Жилое крыло под двойным контролем. Первый кордон, лифт, без карты, ключа едет только на последние или первые этажи. На первом этаже много чего и лобби, на последнем бассейн и зону отдыха с баром, рестораном. Выйдя из лифта на своем этаже, можете взять почитать красиво оформленную книжку-альбом, ну и яблочко прихватить, пожалуйста. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»